привет сирокезы смотрящие нельзя не порадоваться нашей погоде 20 градусов вечером чтоб мы так летом жили однако вот смотрите какой восход это все сегодня ну можно сказать даже никак не осенний то есть мы видим полностью такая дымка на небе осенью обычно у нас или сами знаете облака и целыми сутками иногда у нас за всю осень там пару солнечных дней мы этому радуемся тут сентябрь прошел под знаком хорошей погоды если посмотреть сверху то конечно выделяется вот эта зеленая масса потому как опять же напомню это не июль не июнь мы видим то что происходит в конце сентября когда уже в обычные годы сплошь да рядом стоят желтеющие и краснеющие деревья здесь смотрите как будто бы разгар дачного сезона ну все как вот хорошая летняя погода и вот надо даже постараться чтобы найти вот такую осеннюю красоту конечно вот уже кому-то достается хватанула но это за городом поэтому неудивительно видимо тут есть какие-нибудь температурные провалы и вот это дерево явно ощутило на себе дыхание осенью по всему миру обсуждают появление полонетян то там то здесь нло и вот тут недавно буквально мне сказали что над плэкшней летала нло я пору ночей ждал так и не дождался ну значит наврали и к тому же если вы не в курсе а скорее всего вы просто не помните этого но 28 сентября это примерно тот день когда год назад ровно сдали в эксплуатацию турбокольцо было много разговоров хорошо плохо ли сделали мнение действительно тут сотня разных мнений я для себя вижу минус только вот это овальное футбольное поле для чего оно сделано мне до сих пор непонятно потому что без него было мне кажется спокойнее лучше кольцо действительно вполне вот симпатичная и нужная вещь а вот это футбольное поле ну не знаю как я понял там смешно конечно к этому возвращаться год на год спустя но все-таки может кто-то не в курсе что для того чтобы организовать вот эти вот развязки ну там же из-под виадука выходит и на тарзу уходит и вот было придумано вот это кольцо но судя по пробкам которые собираются на вот этом овальном стадионе по утрам и по вечерам ну не не совсем наверное мудро там что-то устроено потому что действительно собираются хвостастые такие пробочки когда трафик загружен раньше такое бывало но очень-очень редко теперь это уже как бы норма если туда подъедете 8 утра то можно заметить что в общем все в курсе событий при этом по прошествии года уже вряд ли найдет человек который скажет что это было сделано неверно потому как все прижилось и даже видно вот сейчас уже и смотрите все удачно поворачивают выруливают и нету никакого хаоса а поначалу в первых роликах мы могли видеть что вот на этих полосах действительно многие путались ну а по комментариям к видео можно понять что путаются пока только жители района которые по каким-то делам приезжают в резак на и допустим редко он попадает на это кольцо и тут он как он пишет бац сюрпрайз ну такие все меньше и меньше потому как уже год прошел повторюсь ну а теперь все ждут когда на футбольном поле вырастут значит эти липы это поля что там посеяны посажены вернее ну тогда будем уже обсуждать новую тему надо ли было сажать или повырубать все ну в общем сюрпризы нас еще ожидают и будем подождать посмотреть ну а и вот казалось бы уже столько лет прошло столько лет переделан перекресток а все равно смотрите помните как мы ездили с кармана можно было прямо взять и проехать по отбрежь у нас и до сих пор находится весь уникум и который вот так вот раз о по классно между прочим не надо было стоять лишний светофор но все кончается хорошие ну а еще начали мы с погодой и закончим погодой 20 градусов вечером сегодня 28 сентября до 28 сентября плюс 20 вечером когда у нас были я помню летом плюс 15 днем ну а ночью было там плюс 5 плюс 6 так что этот год конечно войдет в историю и говорят сегодня у нас рекорд побит с 1938 года был подобная температура но вот побито сегодня тем дальше всем пока а